А вот вы говорили в начале про ошибки, что, ну, в смысле, нужно получать. Ну, есть какие-то ошибки, которые, ну, вы сегодня могли бы, допустим, можно получить? Я не знаю, ошибки или, ну... 20 лет спустя. Лишкина подняла тему такую дюма. 20 лет спустя она же она поднялась. Какое-то падение, страх. Нет, как человек, который занимался все это время, видите, интересно. Можете какие-то там... Ой, да, ошибок, вы знаете, их там куча, они менеджерские, там, большие, небольшие. Я, честно говоря, даже вот сильно не заморачиваюсь и, как говорят, сегодня не парюсь, да, насчет этого. То, что касается там ошибок, они там все мои, и из каждой ошибки, на самом деле, просто извлекал урок. Я вот могу там много вспоминать, там где-то там, может быть, там неправильно относились к финансам. Хотя могли бы по-другому относиться к финансам, могли бы больше сохранить денег, там, или заработать. Да, как бы, ну, да, ошибки. Но мы теперь поняли, теперь там не ошибаемся. Уделяли мало внимания таким вещам, как юридические консультации, да, как бы, там, аудитам. Да, мало уделяли время. Да, ошибки, да, там, заплатили штрафы в налоговую. Теперь больше так не делали. Ну, то есть, такие ошибки технические есть, да. Есть ошибки, там, более тяжело, которые переносишь, это вот с людьми, да, там, веришь в человека, там, работаешь, доверяешь что-то, там, ну, там, он украл, там, или, там, не справился, или, там, что-то такое. Или, там, предал, там, по мелочи тоже, там, слава богу, там, по большому счету, сильно, там, никто не предавал, да. Вот, да, это вот, как бы, такие, они, они больные ошибки, да, как бы, но здесь тоже учишься определять людей, там, или, там, понимать какие-то психотипы, там, как себя в той или иной ситуации, там, поведут определенные люди. Это просто тоже ошибки, они тоже мои, я просто теперь понимаю, там, как работать с теми или другими, там, там, людьми или группами людей. Вот такое сейчас с экранов телевидения, кстати, да, то есть, вообще сейчас, вот, я не знаю, вы заметили, то есть, в последнее время нам всем говорят деньги, 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 деньги. То есть, ну, как бы, вот это вот, какой-то такой создали, я недавно пост писал, да, такой маркетинговый пряничный домик, да, то есть, надо быстрее загрузиться, там, в ипотеку, купить, там, машину в салоне, да, ну, вот, и вот это все мерило какого-то успеха. То есть, я не говорю, что это вот прям совсем общий тренд, но, мне кажется, такая краска, она достаточно яркая, да, то есть, вот, и все время вот деньги, 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 да, то есть, и я вот сейчас просто, получается, что нам, ладно, еще повезло, мы успели почитать, там, не знаю, там, Толстого, Чехова, Куприна, да, там, Достоевского, после этого сложно, да, уверовать в эту идею, там, какой-то диссонанс у тебя, да, то есть, с пряничным домиком существует, а, допустим, вот сейчас, если мы говорим о молодежи, да, то есть, она уже, не факт, что она его будет вообще читать, того Чехова, да, то есть, и, как бы, вот, что бы вы пожелали, вот, правильное отношение к деньгам, то есть, вот, как бы вы это сформулировали, то есть, надо ли, на них молиться, да, там, вот, как сейчас происходит? Ну, во-первых, на деньги молиться, само собой, не надо, деньги нужно понимать, что это инструмент, да, как бы, просто инструмент понимать нужно. Те люди, которые стремятся, там, купить быстро автомобиль, там, машину, квартиру, там, еще что, там, дачный участок, ради бога, это хорошо, на самом деле, они улучшают, там, пространство, свое личное пространство, улучшают, да, в целом, это в целом ситуация, значит, улучшать, это хорошо, ничего страшного, да, как бы, и это нормально, но через какое-то время, там, когда все это будет, нужно понимать, что есть же еще какое-то время, да, как бы, есть друзья, в конце концов, есть, там, тысячи книг, есть, я не знаю, там, много стран, который ты, может быть, не видел, или что-то еще, да, там, есть какие-то внутренние открытия, которые ты внутри себя должен открывать, да, и через какое-то, это, это взросление должно произойти, через какое-то время, человек, каждый должен сам понять, что деньги, это только маленькая часть огромного-огромного большого мира, да, как бы, что-то есть овер, нужно смотреть, как бы, дальше. А книги, вот раз вы упомянули, это, я считаю, вот одна из визитных карточек, да, там, любого человека, то есть, на чем построен, да, вот этот вот скелет, да, то есть, вот духовный, да, человека, то есть, это же очень важно, то есть, вот какие книги сделали Арманджана Байтасова, да, вот как персоналити, там, я не знаю, бизнесмена, личность, неважно, да, то есть, вот это, я думаю, все, оно как-то в комплексе, да, то есть, следует воспринимать. Наверное, в основе, вот, я очень люблю читать с детства, да, как бы, и очень много прочитал, но вот с детства, я помню, было такое время, в советское время, это все время, там, дефицита сплошного, и книги тоже были дефицитом, и мама подписалась на такую библиотеку, которую называют Библиотеку Приключений, такой замечательный подбор, и я с нетерпением ждал появления, каждый новый книг, они были в таком хорошем переплете, и... Разноцветные, да? Да, разноцветные, да, и мне нравилось, что выстраивать их так в ряд, у нас много стояло, у нас семья вся читает, да, как бы, и в ряд стояли, там, и Пушкин, и Чехов, там, и Толстой, да, полный собрание, вот, а вот Библиотека Приключений, это, вот, наверное, то, что мне нравилось, там, по-особенному, то, что-то по-особенному, и еще научная фантастика, еще научная фантастика. Файл вывалился на краю Айкумены, Звездные корабли. На краю Айкумены, Звездные корабли. Помните же? Обручев, да, обручев, помню. А, нет, нет, Ефремов, да, да, это Ефремов, сори, 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 Ефремов, это, по-моему, Ефремов. Нет, Железный Ефремов, да, я тоже, извиняюсь, да, Ефремов, да. Я тоже читал это, и тогда, там же было описано Египет, да, по-моему, времена Хадж-Суб, да, было путешествие, да, как бы, я потом посмотрел, и, ну, это уже сейчас, в более современное время, по-моему, Ефремов в Египте не был. Вот я, я не знаю, нашел, может быть, я не нашел что-то, да, но из того, что я нашел, он, по-моему, так в Египте не был, а так достаточно так красиво все описал. Для меня недавно был в шоке, когда узнал, что Беляев был прикован к постели, да, к постели, представьте, он написал и создал столько миров, то есть, и это, вот, действительно, какие-то чудеса, да, то есть, ну, очень здорово. И вот, честно говоря, вот это вот, через эту библиотеку приключений, ну, я про классику, это, это стандарт набора, думаю, это, там, интеллигентный человек в советское время, но вот через эту библиотеку приключений я пришел, там, в новый мир, и, вот, фэнтези я так и по-прежнему люблю, и по-прежнему читаю, там, и не боюсь про это говорить, и Толкиена всего прочитал, и Джорджа Мартина прочитал, там, и «Битвы престолов», вот, все это из-за фантастики, более-менее, все это мне по-прежнему нравится, по-прежнему мне это нравится. А вы знаете, я вот уезжаю когда на отдых, то есть я выключаю телефон и беру много фэнтези. И мне в этих сказочках так хорошо. Мне тоже хорошо. Там вот, там, нет, ну вот я, там. Прямо какие-то мальчишки. Нет, ну, Галя, ну так, а можно же на отдыхе быть, в смысле, тем, кем ты хочешь? Ты там стреляешь с лука, да, там восхищаешься там волшебниками, там какая-нибудь, ну это же здорово. То есть фэнтези очень замечательно. Из последних, ну там, вот, российский автор, когда этот Тайный Град, как же писать? Тормашев? Не, 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 отлично пишет, просто вот я, господи, сейчас не вспомню, но потом. Надо, надо. В общем, серия Тайный Город, да, то есть, если вдруг не читали, просто уникально. Там идея какая, что в Москве, в обычной, существует Тайный Город, где живут три древнейшие расы. Я слышал, да, но, да, я не читал. Там Сантьяго, там, ну, в общем, шикарно, то есть, там настолько легкий, легко пишет, и очень философски пишет, то есть, он вот эти там проблемы, вот сегодняшние подымает, то есть, и, ну, очень интересно, я рекомендую, просто я вспомню, как зовут. Ну, Панов, все, Вадим Панов, то есть, вот. Все, я запомню себе. Про интернет, про интернет, подожди, сейчас. Нет, сейчас еще расскажу чуть-чуть еще про книги, да, говорю, да, меня то, что беспокоит, с интернетом, кстати, связано, да, как бы, меня беспокоит то, что сегодня, это я уже глядя на своих детей, да, как бы, мне приходится заставлять больше детей читать, и вот меня чуть-чуть вот эта ситуация напрягает, да, то, что люди уходят в сеть, а в сети они остаются там, ну, смотрят какие-то там новости, скорее всего. Ну, находится там Facebook, Twitter, скорее всего, да, вот, ну, и там смотрят мультяшки, видео, YouTube, там, что-то такое, да, и не концентрируются, наверное, на каком-то одном и проглядывают там с какой-то там невероятной скоростью со странички на страничку, перелетают, 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 да. Я так хорошо сказал, что сейчас очень многие, все стали очень информированными, но вот этого какого-то грааля знаний, он куда-то расстроился. Нет, да, вот абсолютно точно, глубины нет, абсолютно точно нет, вот глубины, абсолютно точно сказано, глубины нет, все по верхушкам, все по верхушкам, вот так только вот там глянец, лайк, 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 да, лайк быстро там, не погружаясь, Несколько сексом они перестанут заниматься, они будут лайкать. Это ужасно, да, вот это на самом деле ужасно чуть-чуть, вот это меня напрягает, я вот, если есть возможность… Нет, я пускаю, как можно не пускать в интернете, не можем же поставить. Наоборот, я приветствую то, что они в интернете, да, это все нормально, все хорошо, да, как бы, в конце концов, интернет сегодня это не только там, вот это даже инструмент, там, и почта, там, действительно получение информации, это работа уже, вот, но… Людям вот современным, молодым, я бы рекомендовал быть чуть-чуть, как бы, ну, не ускоряйтесь, остановитесь какой-то, сделайте вдох-выдох, да, остановитесь там, найдите там себе силы, там, задержаться там на 15-20 минут на каком-то там литературном произведении, хотя бы в день, там, серьезном, да, почувствуйте стиль, почувствуйте там вкус, там, вот, того, как написано, и почувствуйте наслаждение от того, как пишет Толстой, да, там, одно вступление Карени, там, я вот после того, как фильм посмотрел, это ужасно, да, вот, решил перечитать, думаю, елки-палки, лучше бы этот фильм не смотрел, я бы спокойно, лучше бы перечитал Льва Николаевича еще раз, да, вот, чтобы люди там почувствовали, там, я не знаю, вкус, там, от кавказской истории, там, Льва Николаевича, да, как бы, там, или Чехова, да, просто, вот, как чтение, как наслаждение, вот, это, вот, призыв к молодым людям, остановитесь хотя бы на 15-20 минут, уделите этому времени, чтобы почувствовали, ну, я не знаю, как это все создается, и с удовольствием. Ну, тут вот тоже тонкий момент, вот, как мне слышится, да, то есть, а куда писатели делись, вы понимаете, то есть, это же вот тоже… А Кунин сказал очень хорошо, А Кунин сказал, интернет нас сжирает, он говорит, ребята, сегодня все то, что я создаю, через, там, 20 часов после того, как это вышло на полке, вы можете скачать бесплатно из интернета, и издательства сегодня начинают прогорать, и там, я не знаю, там вот эти вот бесплатные библиотеки, все, они там начинают убивать, 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 убивать писательский бизнес как таковой, вот, потому что писатель, он же, да, он творит, он получает удовольствие от того, что он создает, но, помимо того, что ему духовное удовольствие, там, там, не знаю, там, купаться в лучах славы, ему нужно, там, ходить за хлебом, покупать яйца, молоко, там, куркуль, там, что-то такое. Мне кажется, все равно это дело, ну, вопрос таланта, как бы, на самом деле, какой-то куды, потому что того же Акунина, Акунин, он сам уже поплавил писатель. Так, если даже он поднимает, даже если он поднимает, даже если он поднимает эту, даже если он поднимает эту проблему… В общем, город вообще разбирался просто на ура, потому что он прям… Нет, я говорю о том, что даже если он поднимает эту проблему, значит, эта проблема стоит достаточно острая. Даже такому популярному и хорошо продаваемому писателю, как Акунин, становится это проблематично. Что говорить о тех начинающих писателях, поэтому они… Это везде проблема, это везде, на самом деле, проблема, вот она у вас есть, вы контента создающий человек, спокойно. Скоро, кстати, мне кажется, слово писатель вообще отменят, да, то есть, вот, нет, ну, мне так кажется, потому что оно… Писатель – это тот человек, который живет литературным трудом, да, то есть, поскольку за литературу никто не платит, да, жить литературным трудом практически невозможно, да, то есть, стать писателем профессиональным уровня, там, допустим, Акунина, да, то есть, ну, практически невозможно, потому что к этому нужно идти лет 15, лет 15 нужно писать. А теперь вопрос, а кто может писать 15 лет много, старательно, там, я не знаю, там, страдать, умирать, оживать? Ну, так всегда было, на самом деле, не последние 15 лет. Согласен, с другой стороны, Бальзак всю жизнь проедал книжку, еще не издав. Да, не издав, и Достоевский точно так же, как бы, но им платили, им все равно платили, у них, как бы, появлялся, а сегодня, кто будет платить? Мне кажется, Акунин есть. Нет, Акунин, я не говорю, нет, Акунин, мы же почему говорим про Акунина, мы про самого успешного писателя России говорим, которые… И люди будут писать для удовольствия. Ну, то есть, писательский труд, конечно, никуда не денется, никуда ничего нет. Форт будет платить. Да, форт будет платить, мы будем платить за статьи, гонорары, там, что-то такое. Конечно, мы будем за это платить. Нет, ну, а что, вот, в Исквари 400 долларов за материал платят, я так это инсайдово слышал, не всем, да? Ну, наверное, не всем, это же дороговато они так… Ну, Башкеновой платят, нормально, Башкеновой… А, Гульнара, Гульнара, нормально, Гульнара, нормально платят. Я образу, дайте посплетничать, что вы… Я сейчас сдал Башкенову, да, на всю страну, ну, ничего страшного. Нет, я, кстати, рад за Гульнара, если такие гонорары, это хорошо. Ну, да, вот, ну, ладно, что я покраснел, все нормально. Да нет, а я считаю, надо гордиться этим, что такое издание, как Исквари, да… Ну, кстати, да, я вычитал на Ювижине, собственно, да, вот, я вспоминаю, да, где Рыжкину… Ну, Рыжкина отмахивалась в комментах, очень удачно. Вот, что для вас интернет? Очень важный момент, то есть, понятно, что почта, понятно, то есть, ну, вот, я не знаю, я вот включен в сеть, да, то есть, я днем не успеваю, но вечером или рано с утра я три часа в сети нахожусь. У вас в Твиттере нет, да? Твиттер у меня есть, но я не веду, я потому что больше на Фейсбуке, а меня уже не хватает. Я так, я для себя принял решение, у меня, я пытался одно время что-то там на Твиттере быть, а потом просто принял решение, лучше не разрываться, буду только на Фейсбуке. Я вижу, есть многие люди, там и там… Мне кажется, будние издатели будут интересны, в том числе, у меня Твиттерка. Ну, кто ж тебе будни-то напишет? То есть, это слишком дорогое удовольствие писать истинные будние издатели, понимаете? Нет, ну, потому что писать, а все-таки это, если что-то писать, это тратить себя, да, как бы, тратить туда и туда, там, как бы… Нет, а это практика, я еще, я очень мало людей знаю, кто ведет успешный и Твиттер, и Фейсбук, это неправда. Я вот в Фейсбуке не пишу ничего, то есть, постоянно люди френдятся, ну, я, как бы, тоже френдюсь, да, то есть, это… Но, да и Твиттер я не веду, то есть, так вот, как положено, наверное, его вести, то есть, я понимаю, как его надо вести, но у меня сил нет, то есть, у меня нет физических сил, то есть, у меня нет особо физических сил что-то писать, вот, я раз в неделю могу что-то написать от силы, да, то есть, вот, кстати, почему видеоконтент, я думаю, со временем, сейчас, я, кстати, вижу в интернете, вот, буквально, прям весной началось оживление, появляться начали видеогруппировки, то есть, всякие разные, вот, допустим, на базе Кимэпа появилось видео-энжин, вот, то есть, люди… А? В-энжин. В-энжин, да, ну, я, Галя, вы же знаете, я не вникаю особо, ну, я ее заметил, они 30 интервью уже сделали, то есть, они пошли по интервью, то есть, ну, и что еще интересно, они в кадр никого не садят, то есть, как бы, селебритис, там, никого нет, нету, то есть… То есть, это просто жизнь? Да. Да, просто, как бы, на улице, там, что-то такое, да, поймали, там… Нет, это записывают, то есть, это как, видите, записывают, берут интервью, ну, вроде как, по успешных людей, у каких-то лидеров общественного мнения, то есть, такие, такие, достаточно известные персоны, и, то есть, нет журналистов в кадре, нет вопросов, есть вопросы, там, и титрами, просто человек сам сидит и рассчитывает. Ну, Галь, что готовятся, вот, я не готовлюсь к интервью, как можно к Байтасову готовиться, что за бред? Нет, ну, в смысле, ну, я погуглил, я посмотрел, ну, там… Мало чего, невозможно, мне кажется. Можно ли я задам вопрос? Про интернет просто мы начали говорить, да, сейчас договорим, да, про интернет. Я смотрю, у нас беседа идет, так уже больше часа, оказывается, и мы кайфуем, да. Нет, 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 прежде. Я готов, на самом, мне интерес, самому интерес. Вот, про интернет хочу сказать. Интернет, конечно, это не просто инструмент, да, как я говорил раньше, потому что это не только там получение информации и почта, там, я не знаю, там, телевидение, которое есть в интернете, там, YouTube, там, соцсети и всего прочего. Для меня интернет – это уже новая реальность, новые возможности, которые появились в целом у человечества, и там, которые могут вылиться в совершенно там необычные вещи, которые мы даже себе по большому счету и не представляем. Ну, вот, пример из материального мира. Почему там Facebook стоит так дорого, да, как бы не имея никаких материальных активов? Потому что все человечество живет на ожиданиях и понимает, что еще, может быть, не монетизирован, да, там, не как Facebook, да, и там, но все понимают, что это будет стоить дорого, и все понимают, что это какая-то глобальная, огромная вещь. Как-то рано или поздно это капитализируется. Сегодня идет там процесс невиданными шагами, там, глобализация, да, как бы, и интернет, но он один из тех, кто стирает вот эти все тысячи-тысячи границ, да, как бы. Может быть, там, благодаря тому, что информация так быстро распространяется, мы, там, к концу 21 века окажемся в такой ситуации, когда появится там новая религия может появиться, да, в конце концов, там, глобальная какая-то. Мы еще даже до конца, да. Она очень важна. Я недавно тоже до этого додумался. Сейчас любой пророк, он станет всем планетным за три дня. Да, и он станет всем планетным, и это, и это благодаря интернету. Если появится человек с какой-то невероятной идеей, невероятной харизмой, ему точно будет гораздо легче, чем это было Иисусу Христу 2000 лет назад. Не, ну, ребят, он Ганган Стайл, он за месяц всю планету облетел. И, может быть, к концу, там, 21 века действительно может появиться какая-то новая глобальная религия. Другие вещи какие-то будут появляться, там, не только в сфере духовного или, там, материального. Есть такие вещи, которые мы даже просчитать и увидеть не сможем. Поэтому интернет, это мы только находимся, так скажем, в античности этого периода. Как хорошо, античности. Только сейчас. Сейчас только в самом начале, когда начинается эта история. Поэтому я уже на интернет смотрю именно так. И сегодня, конечно, там, всем, там, я вот даже вчера вспоминал, сидели дома, сидели дома, сидели дома, и вспоминали, там, детство, да, там, у нас детство было достаточно простое. Бегали на улице, там, что-то такое, возвращались домой. Телефон на проводе, да, там, радость пообщаться, да, там, телевизор, там, четыре телевизионных канала, ну, блин, ну, вот и все. Ну, и книги, конечно, да, как бы. Сегодня, там, мир, мы другие стали. Мы реально живем в будущем по отношению к тем 70-80 годам нашего детства. Мир сильно изменился. Не, ну, мне кажется, вот, опять же, да, посвящается, вот, поправьте меня, но мне кажется, что для творческих людей, которые хотят сейчас реализовываться, им нужна камера за 200 баксов, и все. Да, все упростилось сегодня. То есть, идите и делайте, это же так легко, то есть, вот. Да, да, как нам ставил, да, и там, Джастин Бибер, это все. Да не, ну, вот мы что делаем, я не заканчивал институт журналистики, да, то есть, я вообще не понимаю, как это получается. То есть, вот, идем, да, разговариваем, не, ну, я знаю, что я, у меня быдлообраз, я все это в курсе, вот, не, ну, парни из Текелей, это меня, Рыжкина, троллят, ты из Текелей постоянно, ты там, это, не, да, я, ладно, бога ради, да, мне рафинированного интеллигента из кофейни, да, сыграть тоже очень сложно, это не я, то есть, зачем же мне насиловать свою природу, ну, быдло так быдло, да, то есть, мне вообще, вот, ну, не напрягает, потому что, ну, быдло со знаком плюс, хорошо так. Да, 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 да То есть я говорю, в эфир мне, ну, я хочу с людьми разговаривать, мне не нужны даже деньги, я хочу разговаривать с людьми, да, то есть мне что-то там поговорили, поговорили, да, там вот на КТК, допустим, я встречался, да, там с верхним руководством, они на меня смотрят, слушай, ну тебя нельзя в эфир пускать, да, это кошмарно. Ну, неблагонадежный. Ну, неблагонадежный, да. Нет, хотя опять же, да, вот я два года, да, я 120 программ снял, а что там неблагонадежного? Нет, на самом деле, ты очень безопасный. Я безопасный, то есть в смысле, я не хочу никому там зла делать, я ни на одной программе, я не сидел, вот и не выковыривал, да, вот это поздоровская школа интервью, да, узнать, а по сценарию нужно что-то было про Романжана, эдакое, да, чего такое, вытащить этот скелет, и вот сейчас вот он расслабился, ты помнишь? Зачем это надо? То есть мне некомфортно так жить, мне плохо потом будет, зачем я буду гадости эти делать, то есть ну кто-то хочет желтизной этой заниматься, ну пускай занимается. То есть, ну, мне как бы и вовсе не надо. Слушайте, ну у нас серьезное бизнес-интервью превратилось в какую-то теплую такую посиделку, знаете, я вот... Я хочу, ну мне на самом деле это очень интересно, но мне очень интересно узнать, вот мне интересно, как вы ответите. Это значит вырежем, да? В любом случае, мы не будем ничего. Не будем вырежем. В любом случае, ну так или иначе, да, когда вы руководили 31-м каналом, ну вы сами об этом говорили, да, то есть что-то не то там показывали новости, вам звонили, ну это известный факт как бы. Звонили там, я не знаю, с администрацией, еще откуда-то. Вот мне просто жутко. Действительно все хочет испортить. Дома звонят? Ну потому что это же, ну такое вообще, на самом деле глобальное. Нет, вот это, кстати, единственный нормальный вопрос, который про хорс можно задать, да? Вы понимаете, о чем я говорю? С точки зрения, вот если там говорить про то, что там администрация президента, там что-то такое, не звонят. Не звонят. Да. Наверное, я уже благонадежно стал. Нет, бизнесмен. Я уже, наверное, все понимаю. Знаешь, кто звонит, я думаю. Я уже сам все понимаю. Вот здесь вот, да, опять возвращаясь к журналистике там современной, да, казахстанской. И я тоже ее часть, этой журналистике казахстанской, само собой, да, как бы. Мы уже абсолютно четко понимаем правила игры. И я эти правила игры очень хорошо понимаю. А это правда, что вообще есть правила игры и есть понимание вообще? Это не делает вот эту журналистику, ну в итоге такое, какая она сегодня есть? Оно не совсем правильно, это мы понимаем. Но правила есть правила. Пока их нарушать не с руки, никому. И я можно еще, коллеги, вмешаясь в ваш вот замечательный диспут, продвинутый. Мне кажется, журналистам очень много есть чего делать прикольно. И прикольно есть им еще куда работать. Вот им очень много вещей, вообще никто им ничего не запрещает. Очень много вещей, никто ничего не запрещает. Идите работайте. Что они не работают, мне непонятно, понимаете? То есть вот многие, я вижу, много людей у нас не работает. Я вот знаю людей, которые работают, много работают. Нужно работать 12 часов в день, нужно пахать, как конь. И будет тебе счастье, да? То есть как бы только чуть-чуть поработали и хотим какой-нибудь грантик уже, понимаете? Куда-нибудь присосаться, понимаете? Ну, вот это, зачем хотят гранты? Причем здесь государство? Это же в натуре человеческой сидеть ни хрена не делать, понимаешь? Чуть откусить, лизнуть, соснуть. Причем здесь государство? Государство ни при чем. Нету такой политики. Но ты их не слил в сторону. Нет, почему? 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 Есть вот целый там, я не знаю, целый там кластер людей огромных, которые вот эти приживалки, да? Вот как в 19 веке. При чем здесь государство? Ну, приживалок очень много, да, это точно. При чем здесь государство? Не надо, это, вы понимаете, я считаю, что, ну вот, мое понимание, а что Рыжкина хорошо, что тебе по сценарию надо разрешить, что ты делать начала? Мне, в принципе, просто кажется, что на самом деле вот эти рамки, которые есть, и которые, ну, самоорганизовались, да, вокруг человека, ну, в силу обстоятельств, вокруг журналистов, сделали, на самом деле, эту журналистику сегодняшнюю совершенно бесцветной. Бесцветной, скучной, однообразной, несмотребельной, потому что, ну, у людей есть изначально есть рамки. Ну, блин, вот здесь я вот так вот скажу, да, наверное, ну, во-первых, сейчас Галя бросила камень и в свой огород тоже, ну, так скажем, по-честному, так же, в огород… Галя, бизнес по-казахски преобразовался по чесноку, Галя. Это, да, это вот в общий огород наш журналистик, да, как бы брошен камень. И, ну, большинство умных, да, наверное, воспримут это правильно. Да, действительно, сегодня мы работаем по неписанным правилам. Они существуют, они есть. Но, в конце концов, еще нужно понимать такую вещь, что есть потребность аудитории. Аудитория не хочет никаких колебаний, шатаний или там чего-то еще. Что вы хотите аудитории сейчас предложить? Нет, это тоже фронта. О чем, вот сейчас о чем разговаривать? Нам что, фронта нужна? Вот, ну, нет, например, даже вот кто? Вот там в 90-е годы там была целая плеяда… Нет, в 90-е годы целая плеяда была там политических деятелей, да, которая находилась то во власти, то снова во власти, то снова во власти, то снова в оппозиции, да. Их идеи озвучивались, да, как бы, это были и Мурат Ауэзов, да, и Галамжан Набельсиитов, да, как бы, и Ирина Савостина, да, там, и Гани Касымов тот же ярко, совсем по-другому в 90-е годы выступал, и Абдильдин, там, и Кашигель, и Касанов, и очень-очень-очень много. Сегодня где вы видите, кто из политиков, с кем вы сейчас будете разговаривать? Ну, вот с кем? У кого братья? Жармахан Туикбай? Вулат Абилов? Кто? Ну, вот, пример. Ну, пожалуйста, Жармахан Туикбай выступает. Какие проблемы? Вулат Абилов выступает? Ну, я вот просто даже не вижу. Ну, вот, и набирает там определенное количество, там, лайков, там, просмотров, там, чего-то еще. Вот я точно говорю, что время чуть-чуть другое, вот по сравнению с 90-ми и сегодня, да, поэтому совсем уж вот так говорить, что журналистика такая стала бесцветная, там, что-то такое. Журналистика не должна качать ситуацию, и там, для того, чтобы создать новость, мы не должны подойти и поджечь, там, автомобиль. Мы должны только рассказать про этот автомобиль, который, там, я не знаю, там, остановился, загорелся или что-то с ним случилось. Не наша задача, там, что-то, там, с этим автомобилем делать, эксидент делать, поэтому мы только можем... Это политически радикальная вещь, ни в коем случае, вообще, в принципе. А в принципе, то, что, если мы не говорим про политически радикальные вещи, тогда совсем просто, Галина, тогда совсем просто. Никто, другие вещи, вообще ничего никто не собирается контролировать, не контролировал никогда и сейчас не контролирует. Пожалуйста, пишите, творите на любые темы. Даже то, что вот наша программа сегодня, она, там, как бы, там, яркая, интересная, там, что... Ну, я понимаю, что разные вещи, я понимаю, что, там, на большие телеканалы, там, тяжело пробиться. Я это тоже понимаю, но это вопрос немного другой. Это вопрос, там, договоренности, это вопрос, может быть, там, денег каких-то или каких-то там других приседаний, да, как два раза кючет или там, там, желтые штаны, я не знаю, сколько, да. Но это другой вопрос, это не вопрос, там, цветность или бесцветность в журналистике, качество, не качество, это чуть-чуть другое. Да, по политике есть проблемы, в другом остальном никаких проблем в казахстанской журналистике нет, никаких флажков не стоит. Пожалуйста, твори, хочешь, создавай телевизионные программы, хочешь, снимай сериалы, хочешь, делай, там, острые ток-шоу или там что-то такое. Главное, чтобы это было воспринято и аудитория смотрела. Если аудитория это не смотрит, да никто, ни один телеканал это не будет брать. Все очень просто. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, мне просто кажется, что в любом случае сегодняшнее телевидение, оно не нацелено на получение какой-то, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, на получение какой-то успешности. Да, Галя там гадалок показывает, это вообще гоняло. Какой-то прибыльности, то есть оно на самом деле, ну в любом случае, особенно государственное телевидение. На каком-то из местных каналов показывают гадалок. Галя, ну посмотрите, те же информационные, те же информационные программы. Ну это бизнес. Ну они отличные. Вот в это время, ну они могли быть такими 10 лет назад. Сегодня они от нескольких развития. Вот тебе какая разница, вот по большому счету, это вот, вот по большому счету, это есть у этих телеканалов владельцы, да, как бы телеканалов, там, в этом случае там государство, да. Вот государство пускай думает о рейтингах этих телеканалов и набирает ту команду менеджеров, которые сделают этот телеканал более популярным или что-то такое. У этих менеджеров, которые сегодня сидят во главе государственных или полугосударственных телеканалов, да, как вот я просто хочу сказать, да, у них сегодня есть все возможности, все ресурсы для того, чтобы сделать любой телеканал интересным, как минимум, и прибыльным, ну как во вторую задачу. Хотя государство не ставит задачи перед любым своим государственным телеканалом стать прибыльным. У государства, по-моему, там задача стоит немного по-другому, доносить там информационную политику государству, вот и все то, что стоит, а никто не спрашивает там за деньги, эффективно, неэффективно. Так вот, Хабар, там, не знаю, Казахстан, Ель-Арна, какие там еще государственные телеканалы, Белем, там, Балапан, КЗ-24, я могу перечислять там еще, да. Вот, у всех определены бюджеты, все зафинансированы, все у них, все нормально, и они могут творить в соответствии со своими концепциями, которые они сами же и разработали, все, что хотят делать, свои продукты конкурентоспособными, интересными. У них все есть, у них есть деньги, есть технические средства производства программ и доставки программ. Пожалуйста, творите, не хочу. Просто тут еще... Никаких флажков у них, вот, там, серьезных вообще нет, вообще нет никаких флажков. Пожалуйста, творите, делайте. Тут вот интересная, вот эта, мне кажется, краска все-таки есть, что, неправильно говорить, что творческий человек должен быть голодный, вот это я тут не совсем согласен, да, но что-то должно его подвигать. То есть, там же разруха-то по Преображенскому в головах, ну, видимо, не хочет никто творить. Ну, сыто, нормально, это бюргерство, да, то есть, это телевизионное бюргерство, я бы так это сформулировал. Интересная фраза, кстати, интересная фраза. Господа, ну а что? Вот здесь, наверное, да, наверное, здесь тоже корень кроется в том, что... Им нафиг парить. Зарплата идет, деньги получают, деньги осваиваются каким-то образом. Да, господи. И зачем эти рембранты там нужны, понимаешь? Что им суетиться? Они там чувствуют себя комфортно, и у них еще куча свободного времени. Для того, чтобы сидеть в соцсетях. Ну, коллеги, все загрустили с Крышкинскими этими вопросами. То есть, я, знаете, мы там плавно, как всегда, полтора часа уже набеседовали, да, то есть, нужно пожалеть все-таки. Я думаю, наверное, конечно, интересно будет это интервью, потому что, может быть, нам, да, мне кажется, удалось нам сегодня увидеть вот совершенно другого, какого-то такого теплого, хорошего, там, не форбского, да, такого Армаджана Байтасова. Потому что я вот сюда шел и, честно говоря, боялся. Думаю, вот он сейчас, ну, вот как вот по-народному врубит вот этого парня из Форбса, да, вот, и я сидел и думал, а что я буду делать тогда, да, то есть, спасибо большое, что вы сегодня с нами были нормальным, как говорится, добрым, очень отзывчивым человеком, вот, и вам всяческих успехов. Спасибо вам за ваш труд. Я вот вижу, у вас в глазах горят. Это очень хорошо, это очень важно. Да, это самое главное. Да, это самое главное. Аминь. Да, удачи.